Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим нимфу, которая будет не менее уловистая, чем заячья, которую мы изготавливали, но будет изготовлена из других материалов по этому же принципу. Крючок я взял гамакатсу номер F11, F14, который пойдет. Также можно взять камасан серии 400, номер F14, F16. Выберите по своим габаритам. И немножко огрузил свинцом. Сразу, чтобы потом не было лишней работы, я закрепил пленочку, из которой будем изготавливать грудку и чехлик. Теперь нам необходимо с вами изготовить хвостик. В заячьей нимфе изготавливалось все полностью из меха зайца. Здесь мы будем с вами комбинировать разные материалы. Я вначале вам покажу. Вот, допустим, имеется вот такой кролик с довольно-таки хорошей пушистой частью. Можно использовать его. Но я возьму остатки. Вот у меня имеется вот такого меха лисы. Хорошая такая, рыженькая. И выберу, чтобы были одинаковые как подшерсток, так и остевые волоски. Хороший-хороший такой жирненький пучочек, чтобы напоминал нам кисточку для рисования. Хвостик должен быть мягким и в то же время иметь хорошую подвижность. Берем вот совсем немножко, как вот я вот так вот вам показываю. Но нам необходимо вот самые длинные, которые остевые волосочки. Мы их убрали. Они в данный момент нам большой пользы не сыграют. И убираем вот этот основной небольшой вот такой подшерсток. Он нам сейчас с вами пригодится. Хорошо-хорошо вот так вот выбираем. Выбрали? Не выбрасываем. Сейчас будем с этим даббингом работать. И удерживая вот так вот кисточкой, еще раз повыдергиваем те, которые длинные были волоски. Примеряем наш хвостик. Хвостик должен приблизительно у нас с вами равняться всей длине нашего тела. То есть хвостик у нас является основным таким хорошим привлекающим элементом. Остатки подравниваем. Смотрим величину. Нить можно использовать любую, какую вы для себя выберете. И смотрим длину нашего хвостика. Вот в данный момент он для меня длинноватый. И так, чтобы не сильно заходил наш мех на свинец, не портил форму нашей нимфы, здесь подхватим. Вот такой длины нам будет достаточно. Закрепим. Теперь нам необходимо закрепить тот материал, из которого мы будем с вами сегментировать наше тело, укреплять. Я скажу сразу, взял по остаткам. Не в том смысле, что специально выбирал вот такой материал. Остаются остатки, я его беру. Можно использовать леску, проволоку, любой материал, который у вас будет под руками. Теперь мы берем остатки нашего дабинга, который у нас был. И буквально треть, четвертую часть, сколько у нас получится, сильно тело все изготавливать из такого оттенка нежелательно. Мы с вами изготовим немножечко тело. Веревочку делаем не сильно жирную, но достаточно, чтобы было количество нашего дабинга. Приблизительно вот так. И начиная от хвостика, как обычно, формируем нашу нимфочку. Вот столько нам величины будет достаточно. Значит, грудка и вся оставшаяся часть у нас будут изготавливаться немножко с другого материала, более темного. Так как мы лапки и другие элементы будем изготавливать из пера. Поэтому давайте мы сейчас с вами подберем дабинг. Я вот скажу сразу, как вы и просили. Я вычесал домашнее животное. Это собачка у нас есть хорошая. Вот у нее такой подшерсток. Из него мы теперь будем изготавливать грудь и часть нашего тела. Достаточно удобный материал в работе. И в то же время польза для животного. Всю грудочку пока не изготавливаем. Вот приблизительно в таком исполнении нам будет достаточно. Потому что мы сейчас с вами должны еще просегментировать и закрепить еще перо. Вот так. Теперь берем наш люрекс и в произвольном порядке, как вам будет удобно. Просегментируем наше тело. Повторю еще раз. Не менее уловистая нимфа, чем заячья. Поэтому пробуйте для себя, экспериментируйте. Хорошо работает практически круглый год. Оставляем здесь. Остатки удаляем. Немножко добавим клей. И я подготовил небольшое такое перышко со скальпа китайского петушка. Поэтому, если вы хотите изготовить по-другому лапки, без вопросов. Здесь уже никаких вопросов нет. Как вам будет удобно. Мы уже достаточно изготовили фильмов, чтобы выбрать метод изготовления лапок. Беру теперь вот перышко, как вы видите, достаточно по величине. Даже если оно и не совсем подходит вам по величине, его можно спокойно будет потом эти лапки подрезать. То есть, сильно мы голову этим не забиваем, подходит или не подходит. Главное, чтобы величина и толщина их соответствовали. Вот так нам будет достаточно. Теперь мы с вами возьмем еще даббинга. И до буквально нашего уже загиба, где чехлик, изготовим хорошую жирненькую грудку. Намотали, изготовили приблизительно вот такой величины грудку. И теперь, для удобства, чтобы нам было хорошо намотать перо, я возьму перодержатель. Можно и без, длина пока позволяет. И буквально мы должны с вами выполнить пару-тройку оборотов. Плавно вот так двигаясь к нашему колечку. Вот такое количество будет достаточно. Нить я подкрасил в черный, чтобы уже не менять нить. И закончить здесь вязать мою нимфу. Закрепили, остатки удаляем. Теперь, если количество наших бородок будет чересчур большое, можно сверху вот сразу взять вот так и подрезать, чтобы это не мешало нам. Удалили. И берем теперь наш чехольчик, но предварительно переведем нашу нить к месту крепления. Переламываем чехольчик, проверяем, как он у нас будет ложиться. Подкрасим его, закрепим и сделаем вырез. Как вы видите, я немножко подкрасил чехлик изнутри. И, как всегда, на косую подрезал зачатки крыльев. Но еще нам необходимо потом взять будут ножничками и срезать нижнюю часть пера. То есть, оставить то количество нашего пера, чтобы не было чересчур много для нас лапок. Также, как я уже говорил, можно и подрезать. Это уже выберите для себя. Не менее уловистая нимфа, чем наша заячья. Поэтому пробуйте, экспериментируйте с цветами и расцветками. В данном варианте она работает круглый год. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.